Всем здравствуйте, дорогие любители Национальной Баскетбольной Ассоциации! С вами юбилейный 30-й выпуск подкаста Баскеток! И сегодня мы будем, так сказать, готовить ваши ожидания, хайпить вас перед предстоящим драфтом НБА, который случится буквально на днях. Самая горячая новость НБА на данный момент после окончания сезона, после завершения финальной серии между Golden State и Cleveland, в связи с которым просто витает большое количество слухов, огромное просто. И мы с моим постоянным соведущим Джерри Биг, он же Женя, решили не обойти эту тему стороной и поделиться своими наблюдениями и своими мыслями относительно того, что может произойти во время данного мероприятия. Так что предлагаю вам всем поприветствовать Женю, а Жене предлагаю поприветствовать наших зрителей. Привет, Жень! Всем привет! У нас сегодня формат будет не совсем стандартный, если вы слушаете других наших коллег. Мы сегодня будем разбирать команды, нужды команд, и в соответствии с этим подбирать тех проспектов, которые на сегодня есть, которых им прочат, и заодно дадим свои характеристики насчет того, насколько те проспекты, которых отдают, так сказать, все МОКи данным командам, насколько они подходят. То есть мы решили подойти с такой стороны, дабы хоть как-то разнообразить материал, который вы получаете. Да, соглашусь, но и со своей стороны давали, что лично я ни в коем случае не являюсь экспертом по студентам, по молодым игрокам, по игрокам из Европы, поэтому я не смогу ручаться за свои знания именно в плане их игры, но многие МОКи, опять же, от зарубежных специалистов, некоторые мысли наших соотечественников с баскетбольной ветки Sports.ru, я прочитал и, в принципе, общую картину по поводу новичков представляю. Но, опять же, сразу говорю, глубоко какого-то именно анализа новичков от меня лично не ожидайте. Будем именно общаться по поводу того, какие нужды есть у команды, как они будут их пытаться, так сказать, сатисфицировать для себя во время драфта. Ну и предлагаю начать обсуждение с команды, которая будет выбирать первым на предстоящем драфте. Я говорю о Бостоне. Опа, вот тут вот подвох. Многие думали, что Бостон сохранит у себя первый пик драфта, но не тут-то было. Дэнни Эйндж решил в очередной раз удивить всех и провернул обмен. Обмен с Филадельфией, вследствие которого первый пик, который изначально был отдан Селтикс, отошел в стан 76-х. В ответку Бостон получил третий пик этого драфта и будущие активы. Если быть точнее, то либо пик Лейкерс первого раунда драфта следующего года, который достанется Бостону в случае, если он будет между второй и пятой позицией, либо же на выбор Бостона пик Сакраменто 2019 первый раунд, либо пик Филадельфии 2019 года первого раунда. Женя, каковы твои вообще мысли относительного трейда? И как ты вообще считаешь, ни Дэнни Эйндж в данной ситуации не перехитрировал ли самого себя, а не Каланджело? Я думаю, что Эйндж делал это намеренно. Я думаю, что Эйндж проворачивал этот трейд специально, потому что они посмотрели на Фульца. Им он чем-то не понравился. Я могу его понять, скажем, я тоже не являюсь большим экспертом в студентах, но я посмотрел игру Фульца, я посмотрел его игру один на один, ну так скажем, один на один против Лонзо Болла, и мне Фульц не понравился вот так, чтобы прямо... Он не выглядел Энтони Дэвисом на своем драфте, когда человек был, наверное, за год известно, известно, что он будет первым номером, и не было вообще никаких вариантов, что это будет кто-то другой. Нет, Фульц для меня лично, еще раз повторюсь, не оставляет впечатления бесспорного первого номера драфта. Соответственно, Эйндж понимает куда лучше, чем я, и может быть, он увидел еще больше, чем увидел я. И поэтому я вот думаю так, что он решил, что если мне, Дэнни Эйнджу, неважно, заберу я своего проспекта под первым пиком или под третьим, почему мне тогда не найти кого-то, кому очень хочется забрать Фульца, и не отдать этому человеку мой первый пик, забрать пик, под которым я гарантированно возьму своего человека, того, кого я хочу взять, и плюс еще получить какой-то дополнительный бонус. Поскольку похоже, что Эйндж хочет взять кого-то из ребят, котирующихся в топ-6, соответственно, ему нужен был пик достаточно высокий, ну и плюс в Филадельфии есть такой мастер генменеджерства, уж простите мне это слово, как Брайан Каланджело, поэтому я думаю, что Эйндж не очень долго думал, кому предложить первый пик, получил за него третий пик и некоторые активы. Ну, посмотрим, как будет. Опять-таки, это всего лишь мои догадки. Вполне возможно, что Эйндж захотел бы использовать этот пик и дальше, но мне кажется, что в качестве трейд-актива дальнейшего оперировать первым пиком куда выгоднее, чем оперировать третьим. Поэтому третий пик он, скорее всего, сохранит, он, скорее всего, нацелился на какого-то проспекта и его заберет, ну а добавил себе еще пик калифорнийцев следующего года. Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию с точки зрения Филадельфии. Ты сказал верные мысли относительно мотивации Бостона, зачем они это сделали. Я тебе предлагаю посмотреть со стороны именно 76-х. На мой взгляд, Каланджело на самом деле поступил правильно. И, как правильно отметил Алекс Ди, один из друзей нашего подкаста, автора Филадельфии в своем тексте на Спортс.ру, Сэм Хинки, скорее всего, поступил бы точно так же, потому что у Филадельфии уже на данный момент сконцентрировано очень большое количество талантливого молодежи в лице Бена Симмонса, Джоэла Эмбида, Дарио Шарича, Джарила Прости его Господи Акафора, Роберт Ковингтон. И теперь у них появился шанс разбавить это все торжество молодости и таланта тем человеком, которого этой Филадельфии не хватает. Именно очень талантливым разыгрывающим. Изначально Филадельфии был третий пик. И далеко не факт, что до этого третьего пика опустились бы либо Маркел Фульс, либо бы Лонзе Болл. Но одни из главных талантов этого драфта. А брать по третьим пикам кого-либо из строицы, Даррен Фокс, Дэнни Смит или Фрэнк Тиликина, ну, мне кажется, это было бы мавитоном и было бы неправильно со стороны Филадельфии. Поэтому было решено пожертвовать одним из активов будущего, которых у Филадельфии после ухода Хинки осталось очень много. Верь в процесс, все дела. И на данный момент эта тактика, на самом деле, на мой взгляд, по крайней мере, себя оправдывает. Потому что, ну, если добавить весь этот сплав молодежи Филадельфии, еще и Фульса, который показывал сумасшедшие цифры в университете. Да, его команда, насколько я помню, университет Вашингтона, не достиг каких-то вершин, не выходил на главную сцену, так сказать, студенческого баскетбола. Но при этом Фульс был там главным лидером, проявил себя некоторые задатки даже, скажем, Джеймса Хардена, судя по отчетам многих драфт-репортов, например, от Дерингера или от Драфт-экспресса, который я читал. И вообще, как некоторые отмечают, Фульс является одним из немногих новичков. А точнее, в этом году он является единственным новичком, у которого эксперты не могут найти какой-либо четкий недостаток. Да, есть некоторые недоработки в защите, есть где развиваться в том же нападении даже. Но при этом всем Фульс уже выглядит довольно-таки готовым игроком, ДНБА. И мне кажется, Филадельфия впишется как влитой. И мне уже на самом деле не терпится увидеть, как Фульс будет играть за 7-6 в той молодой компании, которая есть в этом коллективе и так. Буду надеяться, что Киладельфия не удивит нас всех во время драфта и не выберет Лонзе Болл или еще кого-то. Потому что иначе у меня возникнет вопрос, ради чего все это вообще замышлялось. Ты о Бостоне как бы уже высказался, но мы о Celtics чуть-чуть продолжим чуть-чуть позже говорить. Вот скажи, с точки зрения Филадельфии, поддерживаешь ли этот трейд? И как тебе кажется, Фульс вообще вольется в Филадельфию на нижнего созыва? Не знаю насчет вольется, не вольется, но трейд в любом случае для них полезный, потому что у них толком никого на первом номере не было. А Фульс, он не столько классически разыгрывающий, сколько он поинт-гард все-таки. И он больше нацелен на завершение атак. Поэтому там непонятно, будет ли с мячом Симмонс, будет ли с мячом, может, кто-то еще. В Филадельфии это будет, конечно, команда достаточно интересная. И у них все будет зависеть только от здоровья. Что там будет дальше, непонятно, но Фульс для них, конечно, хорош. Это еще один дополнительный игрок, который может завершать игрок, который может добавить, так скажем, таланта на задней линии. Поэтому он там нужен. Не вопрос совершенно. Причем хорошо, что это именно Фульс, потому что Булат, еще один друг нашего подкаста, вот он у себя в блоге на Sports.ru под названием «Заметки об оранжевом мяче», он выложил достаточно интересный психологический анализ новичков. И он пишет о том, что Фульс не обязательно должен быть неким альфа-самцом в команде. То есть он, в принципе, готов принять лидерство других людей. Ну, а так как в Филадельфии уже лидеров достаточно, поэтому Фульс с этой точки зрения тоже Филадельфии подходит. Будем надеяться, что 76-м удастся оставаться здоровым коллективом. В первую очередь я, конечно же, говорю о Бенни Симмонсе и Джоэле Эмбиде, потому что, если честно, мне не терпится увидеть, во что эта команда может превратиться в будущем. Однако, как показывает история, всегда в обменах, в рамках которых команды меняются первыми и третьими пиками, зачастую побеждает команда, которая в итоге оказывается с третьим выбором на драфте. Посмотрим, как сложится этот обмен. Пока что рано об этом, безусловно, говорить. Будущее рассудит нас всех и покажет, кто же все-таки выиграл в этой сделке. Предлагаю приступить к обсуждению команды, которая будет выбирать вторым на предстоящем драфте. Я говорю о Лос-Анджелес Лейкерс. У этой команды сравнительно недавно изменился фронт-офис. Теперь на главной роли, в котором вышли Мэджик Джонсон и бывший знаменитый агент от Баро Пелинка. И многим интересно, кого же Лейкерс предпочтут видеть все команды, выбрав под вторым номером. Маркл Фульс, видимо, уже стопроцентно уезжает в Филадефию, так что выбор у Лейкерс по большому счету небольшой. Либо Лонзе Болл, либо Джош Джексон. По крайней мере, слухи именно говорят об этих двух фамилиях. Вот, Жень, как ты думаешь, все-таки Мэджик Джонсон решит взять своего протеже Болла и попытаться сделать из него нового себя, если ты мне позволишь так сказать. Либо все-таки реально стоит серьезно задуматься о возможности того, что Лейкерс могут выбрать Джексон. Потому что, по крайней мере, разговоры об этом в сети были. Разговоры о том, что Лейкерс могут взять кого-то другого, они не утихают. Безусловно, Лейкерс сами дают почву для этих разговоров, потому что они Бола звали два раза. И после первого просмотра они сказали, что не-не-не, нам он не нравится. Потом они звали других проспектов. В частности, ты совершенно прав насчет Джексона. Но, понимаешь, как по мне, это все выглядит некой игрой. Игрой, которая призвана, может быть, чуть-чуть успокоить Лавара. Хотя, если в итоге все равно возьмут Бола, то все эти игры, они были ни о чем. Кого возьмут, ну, мне, глядя, я помню, как играл Мэджик. Хотя, конечно, мне удалось застать очень мало его игр. И уже когда он был, скажем, не в самом лучшем виде, позвольте мне такую фразу. Вот Мэджик постарается сделать из Лонзобова второго себя. И если ему это удастся, ребята, это будет очень круто. Потому что Мэджик действительно был почти волшебником на площадке. Лонза очень высокий для ПГ. У него 6,6. Это очень много. Это выше Кари, Клея, выше почти всех. Это как Ливингстон, по-моему, по росту. Поэтому Лонза это достаточно габаритный защитник. При этом у него, несмотря на корявый бросок, над которым посмеялись уже все, у него неплохие проценты с игры. То есть нельзя сказать, что он там Ронда начала карьеры или Рубио. Нет, у него нормальный процент. Понятно, что в НБА ему первое время с таким броском много забивать не дадут. Потому что этот бросок накрывается чуть легче, чем классический. Из-за того, что точка релиза, то есть точка, где мяч отпускается рукой, она получается ниже, чем в стандартном варианте. И поэтому такой бросок чуть-чуть легче накрыть. Ну вот из-за этого, возможно, у Бола первый год будут проблемы. Понятно, что, скажем, я встречал мнение о том, что ему бросок надо полностью ломать и ставить нормальный, новый. Но есть ли в Лейкерс специалист по броску, который в состоянии это сделать, я не знаю. Я просто не знаю. Поэтому то, что Лонза – это лучший разыгрывающий классический, который еще и способен набирать очки со всего драфта, это без сомнения. Что будет? Тут слишком много факторов. Поэтому я считаю, что для Лейкерс, у которых, по большому счету, если есть возможность взять настолько талантливого разыгрывающего, они должны на все остальное наплевать и брать его. Это мое мнение. Ну, по поводу превращения Бола в Мэджика Джонсона, мне кажется, все-таки еще рановато говорить. Да, есть многие схожие аспекты в их играх, но, как мне кажется, более реалистичным, так сказать, прототипом Лонза Бола, мне видится именно Джейсон Китт, что, в принципе, все равно является очень неплохо. Мягко говоря, человек, который в будущем станет членом Зала Славы, чемпионом НБА, один из лучших разыгрывающих НБА 21 века, тоже довольно-таки похвален. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что все-таки влияние Лавара Бола не скажется в плохую сторону Лонзе, и все-таки реально получится что-то из этого потенциального тандема между Лейкерс и Лонзе Болл. Будет за этим интересно посмотреть. Но все равно, как мне кажется, главная новость недели, связанная с Лейкерс, была не связана с драфтом, а была связана с абсолютно отдаленной от этой темы, а точнее отдаленного от этого человека. Я имею в виду Пола Джорджа, потому что буквально на днях стало известно, что Форвард известил руководство своего нынешнего клуба, Индианы Пейсерс, о том, что не собирается подозревать соглашение через год, следующим летом, а собирается перевести свои Атланты в Калифорнию и стать игроком команды, за которую болел все свое детство и под влиянием которой рос в Лос-Анджелесе. Я имею в виду, конечно же, Лейкерс. В связи с этим начались очень горячие слухи относительно того, куда Пейсерс может переехать на этот год, так сказать, аренду, кто может произвести этого игрока. И всплыло очень много вариантов, начиная от Кливленда и Клиперс, заканчивая тем же самым Бостоном и Вашингтоном. В связи с этим у меня возникает вопрос к тебе, Жень. Во-первых, как ты считаешь, куда перейдет все-таки Джордж на этот год, по крайней мере? И стоит ли Лейкерс рисковать какими-либо своими активами, а точнее отдавать их за то, чтобы получить пола Джорджа прямо сейчас? Ну, потому что будем объективны, если пол перейдет в какую-нибудь команду, условный, скажем, Вашингтон или даже Клиперс, и за этот год до выхода на рынок свободных агентов в следующем году поимеет какой-то, так сказать, успех с этой командой, то я уверен, что следующим летом его решение выбрать Лейкерс уже будет не настолько очевидным. И в связи с этим есть некий лоериск для Мэджика Джонсона и Роба Пилинки. Вот как ты считаешь, следует ли делать какие-либо движения ради того, чтобы получать Жору прямо здесь и прямо сейчас Лейкерс, или все-таки можно смело подождать, потому что, ну, ни одна команда реалистично не сможет получить Джорджа и убедить его остаться там на многие годы вперед? Давай, мы обещали слушателям, что мы будем говорить с точки зрения команд, вот давай я попытаюсь ответить с точки зрения команды. Для Лейкерс Джордж сейчас ничего не решит вообще. Цель у Лейкерс на сегодня какая? Развивать свою молодежь. Будет Джордж в составе Лейкерс, не будет Джордж в составе Лейкерс, это ничего не изменит. Им все равно надо развивать молодежь. Единственное, что может быть, наличие Джорджа в составе поможет им сохранить пик следующего года, который задействован в обмене между Филадельфией и Бостоном. Почему? Потому что у этого пика очень хитрая защита. Он уходит Бостону только если он находится между вторым и пятым местом. Соответственно, если Лейкерс занимает там условно 20-е или 23-е место в лиге, у них очень высокие шансы по результатам лотереи этот пик сохранить. Ну, если там это будет 20-е место, то там даже вариантов нет никаких. Поэтому сам факт, что только для этого выписывать Джорджа сейчас и отдавать за него активы, самым привлекательным активом является второй пик, это бесполезно. Поэтому на сегодня, вот сегодня, за Джорджа платить не нужно. Есть тем более, если он высказал желание играть в Лейкерс в следующем году. Другой вопрос, что ты абсолютно прав. Если он где-то подпишется с командой на год, достигнет успеха, ну вот тогда могут возникнуть проблемы. Но в любом случае, сейчас Пол Джордж не стоит тех активов, которые Лейкерсу нужно за него отдать. Потому что Лейкерс ничего не выиграет. Вот мое мнение. В принципе, соглашусь с тобой. Но при этом мне не оставляет покоя мысли о том, что действительно Джордж может переехать в какую-либо из команд и попробовать достичь там успеха в течение некоторого времени. И как бы двумя основными претендентами, ну в моем понимании, мне представляются Кливлинг, как бы это странно ни звучало, о которой возможность я говорил в предыдущем нашем выпуске подкаста. И на самом деле Вашингтон интригующий вариант. Потому что у Вашингтона на самом деле есть что отдать. И я уверен, что тебе есть что сказать. Вот как тебе кажется, Вашингтон, вот ты перед записью нашего подкаста говорил, что у Вашингтона в принципе есть ресурс для того, чтобы получить Полу Джорджа. О каком ресурсе ты именно говорил, Жень? И реалистичны ли на твой взгляд вот такие вот телодвижения Эриком Грюнфельдом? Давай вот опять-таки с точки зрения команды. У Вашингтона есть замечательная задняя линия. У них есть Отто Портер, который может вырасти... Он произвел приятнейшее впечатление лично на меня, например. Он может вырасти в игрока уровня Пола Джорджа. Как раз, как бы это смешно не звучало. Но ему еще нужно время. Стоит ли Отто Портер на ближайшие несколько лет тех денег, которые можно заплатить Джорджу сейчас? По-моему, нет. И если получится удержать, допустим, Портера или Саймон Трейдом, или любыми способами, любыми способами, так, если я правильно помню, Отто Портер становится ограниченно свободным агентом. Соответственно, его есть возможность удержать и потом поменять на Джорджа. Вот Отто Портер для Индианы был бы очень интересен, потому что парень молодой, это у него будет первый взрослый контракт. Соответственно, он очень хорошо впишется в ту перестройку, в которую Индиана в любом случае уйдет. Он будет в пределах двух-трех лет разница у него с Майлзом Тернером. Я не помню конкретные цифры, но они близки, скажем так. И из них двоих достраивать команду Индиана, да, это выгодно Индиане. Для Вашингтона, который уже сейчас имеет Ола на пике формы, у которого Билл очень хорошо играет, и получить еще и звезду уровня Пола Джорджа, это автоматом делает их, ну, если не железным контендером, то в серии против условного Бостона, даже с Хейвардом в составе Бостона, я буду ставить только на Вашингтон. Другой вопрос в том, что в состоянии Вига Рюнефельд провернуть эту сделку, и вот тут для меня большой-большой вопрос. Если позволишь, у меня есть такая маленькая ремарка. Буквально там несколько часов назад появилась новость, что Дэвида Гриффин, генменеджер Кливленда, не договорился с владельцем, и все-таки Гилберт его отпускает. Соответственно, Гриффин фактически безработный через некоторое время. И вот единственный клуб, куда Дэвид Гриффин влился бы сейчас, буквально как последний кусочек пазла, это именно Вашингтон. Потому что Эрни Грюнефельд он нахозяйствовал уже до смешного просто погана, и поэтому, если бы такой опытный и харизматичный лидер, как Дэвид Гриффин, присоединился к Вашингтону, я думаю, что вот ему было бы по силам каким-то образом заманить Пола Джорджа. Но, естественно, он бы уже говорил с агентами о переподписании, продлении и так далее. Потому что Вашингтон вот сейчас, он находится в одном человеке от контендерства. Но этот человек, как ни странно, не на площадке, этот человек в хед-офисе. Вот поэтому я считаю, что ты... Замечательно, что ты поднял эту тему именно с Вашингтоном. Вот я считаю, что если там будет классный менеджер, то он может заманить Пола Джорджа в Вашингтон. Грюнфилду это точно не по силам. У Вашингтона, на мой взгляд, единственный, так сказать, недостаток или слабость в погоне этой мифической погоне за Полом Джорджем, то, что в теории они этот обмен смогут совершить лишь после начала, после открытия рынка свободных агентов и только после того, как сотопортером будут улажены все детали нового контракта этого игрока. Это может, так сказать, стать затормаживающим фактором для Вашингтона в погоне за звездным форвардом. И поэтому, как мне кажется, с Вашингтоном нереально интересный вариант. Я с тобой согласен, то, что в столице США может появиться очень боевая команда, которая станет, ну, чуть ли не третьей или четвертой силой в лиге. Но при этом все-таки у меня есть некое предчувствие, что Кливленд подсоедится раньше, либо вообще в этой погоне появится какая-то темная лошадка, которую вообще никто не знает, и возьмет и заберет Джорджа на этот год и рискнет абсолютно. Может быть, какой-нибудь Сэм Пресси выскочит из табакерки и решит разбавить одиночество Рассела Уэзбрука в Плахоме присутствием там Джорджа. Кто его знает? Ну, вообще, очень любопытно будет наблюдать за всеми этими слухами, витающими вокруг Звездного города, потому что, опять же, вариантов на самом деле, мягко говоря, много в плане перспектив будущей команды Джорджа. Об этом поговорили, и при этом, кстати говоря, мы не затронули тот факт, что одним из кандидатов в теории на Джорджа может стать тот же самый Бостон, о котором мы начали говорить. Но о, так сказать, получении Бостоном Джорджа мы уже говорили не раз и не два в наших прошлых подкастах, поэтому я предлагаю больше сконцентрировать внимание все-таки на главной теме нашего выпуска, а именно на драфте. Мы уже поговорили по поводу обмена между Бостоном и Пиладельфией, и теперь знаем, что Бостон будет выбирать третьим. По большому счету, главная цель, по слухам, для Бостона является Джордж Джексон, и мне интересно твое мнение, Жень. Как ты думаешь, Дэни Эйндж правильно выбрал, так сказать, для себя главную цель, или все-таки что-то тут не так? Потому что, на мой взгляд, как-то странно аргументировать обмен своего первого пика на третий тем, что твоя задняя линия слишком сильно забита. Ну, безусловно, она забита. Там есть Айзая Томас, там есть Маркус Март, Терри Розьев, который, оказывается, верит руководству Бостона. Интересно, а верит ли руководству Бостона в Деметриуса Джексона? Тогда это можно было бы еще бы так подумать и обосновать, так сказать, их решение, обменять первый пик. Но я чуть-чуть отвлекся. Я ввел к тому, что да, у них есть теперь третий пик и потенциальная возможность выбрать Джоша Джексона. Но при этом на тройке, на двойке, на тройке вообще Джош Джексон атакующий защитник, который в современной лиге сможет легко исполнять роль легкого форварда. На эти позиции, как я уже говорил, есть Брэдли, на легком форварде играет Краудер с одним из лучших контракторов в лиге. Также на прошлом драфте под тем же самым третьим пиком был выбран Джейлен Браун, который очень ярко себя проявил в плей-офф, в котором Бостон очень, в принципе, так сильно прошелся в восточной конференции. И не вызывает ли у тебя это какого-либо противоречия в голове, как это вызывает у меня? И согласишься ли ты с тем, что все-таки Джош Джексон действительно лучшая кандидатура для Бостона на то, чтобы выбрать кого-либо по третьим пикам? Ты знаешь, вот исходя из того, кого смотрел Бостон, к Бостону приезжал Тейтум, к Бостону приезжал Джош Джексон. И кто-то из инсайдеров пару дней назад писал, что Бостон выбирает именно между этими двумя ребятами. Но я не... Ты правильно сказал, так как проявил себя Браун, и искать еще одного легкого форварда. Ну, притом, понимаешь, интересная ситуация, что Джейсон Тейтум и Джош Джексон, они, в принципе, по статистике своей, они были почти идентичны. Они оба одинакового роста, они играют на одной позиции, они почти одинаково весят. И вот статистика в колледже у них тоже примерно одинаковая. Но вот тут что... Ну, вот я опять-таки скажу свое мнение личное. Я посмотрел Тейтума, я посмотрел пару игр Дюка, я посмотрел много достаточно нарезок вот по топовым проспектам. Я не понимаю, как Тейтум будет вписываться в современную NBA. То есть у него большая часть атак, у него, я писал где-то, у него порядка 33-34% из-за дуги, но ни в нарезках, ни в играх, которые я смотрел, я этих трехочковых не видел. У него большинство бросков идут из краски в борьбе с силовыми проходами. У него есть бросок средний, но у него большая часть очков набранных, она набирается вот в краске. И я пытаюсь понять, насколько молодой парень, ну и достаточно, ну и достаточно физически подготовленный к борьбе с взрослыми мужиками в NBA, насколько сейчас он может помочь Бостону. Потому что, судя по тому, что Бостон хочет бороться с Кливлендом уже сейчас, в ближайший там год-два, ну, может быть, им нужно брать кого-то другого. Ну, я не знаю, скажем так, Тейтон для меня один из главных, наверное, кандидатов на то, чтобы не добиться успеха. Джоус Джексон, по Джексону, понимаешь, какая ситуация по Джексону, есть информация о том, что он с точки зрения психологии, ну, не самый лучший вариант. И мне кажется, опять-таки, мое мнение, что Бостону неплохо бы зашел Дэарон Фокс. Но это мое мнение, понимаешь, Бостону как команде мы с тобой уже обсуждали много раз. Ему, им нужен центровой. Хороший, ориентированный на защиту и подбор центровой. Рим протектор. Так как на драфте ты такого игрока не возьмешь, все. Ну, то есть, тут говорить не о чем. Может быть, если Бостон действительно, я увидел такую информацию, хотя я в нее не верю, если Бостон действительно пытается собрать активы для нового Орлеана, чтобы получить Дэвиса, ну, в этом случае по третьим пикам может быть взят кто угодно. Но если новый Орлеан отдаст Дэвиса, неважно за что, там может быть даже Айзея в этом пакете. то есть, я считаю, что для Бостона, если они берут любого ПГ с этого драфта, профитным будет отдавать даже Айзею Томаса и одного из, ну, может быть, даже Краудера получить Дэвиса. Айзея произойдет, то мы получим снова Дэмаркуса, Казенса и Айзея Томаса в одной команде, и это будет, по большому счету, реинкарнация Сакрамента 2014 года. Может, я немножко загнул насчет Айзеи, но, понимаешь, для меня лично, вот сейчас, если вписать Дэвиса в Бостон и вычеркнуть любого игрока, кроме Элла Хорфорда, из нынешнего состава Бостона, из стартовой пятерки или из выходящих славки, можно даже из выходящих славки двух, можно из выходящих славки убрать всех больших, но вписать Дэвиса, это сразу железный контендер с Востока, я даже назову его контендером, я даже не уверен, что Кливленду будет легко в финале конференции, потому что в этом случае никакой Вашингтон, никакие там ни одна команда с Востока, кроме Кливленда, не сможет Бостону оказать серьезного сопротивления. Ну, нет там шансов, то есть, они закрывают единственную свою огромнейшую проблему наличием Дэвиса. Плюс еще это человек, который, ну вот, то же самое, что мы с тобой, помнишь, мы когда-то обсуждали, после того, как поменяли Катинса в Норреллиан, мы с тобой обсуждали, что у них два больших, которые бросают трехи. Тут у них будет два больших, которые бросают трешки, у Хорфорда было там, по-моему, 60% с игры в плей-офф. 60%. Ну, представляешь себе примерно, то есть, как должно строиться нападение, тренерское нападение, нападение, которое дирижируется Айзэй, там, неважно кем, нападение Бостона, у которого два больших угрожающих из-за дуги с очень высоким процентом, при этом один из них это Энтони Дэвис, который еще и в краске может побороться так более чем серьезно, ну, то есть, вот это будет команда, которая тоже будет двигать мяч фантастически, и на эту команду, конечно, хотелось бы посмотреть, это был бы сразу реально серьезный конкурент Кливленду, вот, как по мне. Ну, это был бы такой массачусетский ответ Splash Brothers Golden State, только при этом братья Бульба в два раза выше Карри и Томпсона. Так, я что хочу сказать, еще, если мы, мы о Бостоне в принципе столько тем нам Дэнни Эндж покинули разговоры, что вообще, если мы в таком ключе продолжим, то подкаст нужно будет называть рассуждение о Бостоне, и все, и как бы никакой драфт, никакой Пол Джордж, поэтому я предлагаю один последний вопрос и ответ на него максимально коротко. В связи с тем, что первый пик ушел в Филадельфию, и скорее всего теперь Бостон не будет выбирать разыгрывающего защитника на драфте, велик шанс на то, что Дэнни Эндж, Дэнни Энджу придется выдавать Айзэм Томасу в следующем летом максимальный контракт. Как тебе кажется, на это ли больше шансов, или больше шансов на то, что Дэнни Эндж все-таки нашаманит себе трейд со всеми этими активами, которые он получил, и реально получит себе звезду, которая придет, и наличие Томаса на максимальном контракте в команде не будет нужно? Энджу все будет зависеть от того, кто придет, от кого Эндж, как ты говоришь, нашаманит. Если придет человек, который команде нужен, да, тогда придется Томасу выписывать деньги, ну, там вряд ли он получит Макс, это Бостон, это Эндж, он может и не дать максимум Айзэе Томасу, и в этом случае они будут готовы бороться с Кливлендом, и они будут делать ставку на имеющийся уже игроков. Если же это придет Гордон Хейвард, ну, на мой взгляд, Хейвард ничего не решит, и, соответственно, да, он там усилит Бостон в регулярке, но это ничего не даст плей-офф, поэтому тогда большой контракт Айзэе Томаса под вопрос. Это Эйндж. Это Эйндж, да, человек, который в детстве, видимо, очень часто общался с цыганами, по-другому не объяснишь его такое поведение на рынке обменов и вообще в менеджменте НБА. Предлагаю на этой такой забавной ноте прекратить наше обсуждение Бостона, которое могло бы вылиться еще бы два часа довольно-таки интеллектуального разговора, и перейти к обсуждению других команд, которые будут выбирать в топ-10 этого драфта. И первой командой вне тройки, которая будет драфтовать в эту пятницу, станет Феникс Санс, команда, которая вылетела из топ-3 во время лотереи драфта, что расстроило многих болельщиков, не только фанатов Санс, но и вообще в целом болельщиков НБА, потому что команде это как-то на драфт никогда не везет в плане получения высоких пиков. и вот теперь у них есть четвертый пик, а также в активе этой команды есть очень много молодых талантов. В лице Бендера, Криса, Дэвина Букера, который уже успел настрелять 70 очков в одной игре, Ти Джей Уоррен, Тайлер Юлис и два молодых довольно-таки игрока становятся ограничен свободными агентами этим летом. Я имею в виду Алана Уильямса, одного из главных открытий прошлого сезона НБА, который просто ворвался из ниоткуда и стал одним из лучших подбирающих лиги, что не могло меня лично не удивить. И Алекс Лень, человек, который тоже будет выходить на первый раз в своей жизни тестировать свободное плавание какое-то время, будет ограничен свободным агентом. И вот такие есть молодые активы у Феникса. И допустим, что в первой тройке, скорее всего, с процентной вероянностью в 99%, первая тройка будет выглядеть так. Пульс, Болл, Джексон. В итоге у Феникса остается выбор между потенциальным Татумом, между Маликом Монком, Деннисом Смитом, Дарреном, Фоксом может быть. Как тебе кажется, Жень, какая нужда у Феникса выделяется больше всего на этом драфте и кого нужно, следует выбирать генеральному менеджеру Феникса Макдони? Смотри, Феникс брал в прошлый раз Криса, у них есть Бендер, у них есть Лень, из молодых у них Букер и Юлис, и я пытаюсь понять, кто им нужен, но из старта у них есть Эрик Бледсу, который в эту молодую команду не вписывается никаким образом, при том, что Бледсу достаточно еще молод, у него неплохой контракт по меркам нынешней лиги, и он сам по себе достаточно талантливый игрок. если он попадет в правильную команду, то он заиграет. Почему я сейчас говорю о Бледсу? Потому что его позиция освободится, ну, если его торгануть, у него еще два года полных по контракту, при том, там никаких опций нету, все чисто, у него контракт, по-моему, 14,5 миллионов, ну, соответственно, это вменяемые деньги за такого игрока. Соответственно, или Феникс будет брать себе разыгрывающего, еще одного молодого, который будет строить игру, вот если Фокс доживет до них, ну, если Фокс не заберет Бостон, то, скорее всего, они будут забирать Фокса. Ну, я бы брал. Если нет, ну, точно это будет не пауэр-форвард, потому что у них там все в порядке с этими ребятами. Поэтому я не знаю, как себе видит дальше Макдона строительство команды, поэтому тут надо к нему обратиться, но я бы вот брал молодого ПГ, продавал Блетсу, менял его там на активы, неважно на что, и дальше уже развивал вот совсем молодую команду, вот именно молодежь. Если им нужен там ветеран, так у них есть Ченлин, который всем подзатыльники давать будет. В принципе, соглашусь с тобой, и судя по слухам, которые витают в ассоциации, с нами согласится и сам Макдона, потому что очень обильно оперировать слухи по поводу того, что Феникс серьезно заинтересован в Даррене Фоксе, но в плане альтернативы такому выбору я смело могу увидеть, например, выбор того же Джейсона Татума. Да, ты выразил некий скепсис относительно этого игрока, и то, что его стиль игры больше напоминает, ну так вот, Кармала Энтони, это опять же, если вот верить больше таким окам, которые читал, именно в плане того, что Джейсон делает большой упор на попадание средних бросков, что в современной лиге не является самым эффективным, мягко говоря, орудием нападения, но все равно я хочу аргументировать свой выбор, потому что хоть ты и сказал, что Татум бросает с трехочков не так точно, как мог, то бишь там 33-34%, да, но при этом это намного лучше, чем другой Форрад Феникса, который довольно-таки молод, и с которым связывали такие же надежды два года назад, у которого во всех моках также звучало сравнение с Кармелой Энтони, я имею ввиду Ти Джей Уоррена, да, Ти Джей Уоррен провел последний сезон очень неплохо, набирал почти 15 очков в среднем за игру, но при этом он за вот эти вот несколько лет, которые он провел в лиге, ни разу себя не зарекомендовал как снайпер, у него на данную секунду по карьере 29% попадания с трехочков, и сложно на самом деле понять, изменится ли эта ситуация в лучшую сторону или нет, вполне возможно, что этот бросок не справит, и Ди Джей Уоррен опять же станет некоторым таким прототипом Шона Ливингстона, именно я имею ввиду в плане игры от среднего броска, при этом в лиге, в которой все винги, ну, обязаны просто владеть таким навыком, как трехочковый бросок, поэтому мне видится также перспектива того, что Феникс Теория может выбрать Татума, однако да, Фокс, как мне кажется, в эту банду вписывается намного лучше, и очень будет интересно посмотреть, согласен ли с нашим мнением Макдона, потому что этот человек известен своими, мягко говоря, спорными решениями, и в плане драфта, и в плане обмена, и, если честно, я не буду удивлен, если Феникс под четвертым пиком выберет условного Дениса Смита или Фрэнка Тиликина из Франции, ну, потому что это просто Макдона, и, к сожалению, у него есть такая репутация, и для тех, кто не знает, я просто напомню, что этот человек в свое время угробил, ну, не побоюсь это слово, угробил, очень симпатичную команду, когда ей заправляли Эрик Блеццо и Егор Драгич, добавив к ним Айзея Томаса, из-за этого породил конфликт в раздевалке, а потом, в конце концов, потерял и Драгича, и отдал Томаса, если мне память не ошибает, на Маркуса Торнтона в Бостон, то бишь, ну, совсем какой-то шапито, если честно, и будет интересно, сможет ли очистить свою репутацию, свою карму Макдона на этом драфте правильным решением, потому что, ну, этот драфт во многом основополагающий для будущего Феникса, потому что, ну, если и в этот раз будет выбран очередной новичок, который не сможет быть сопоставим по таланту с пятым выбором на драфте, то, ну, мне кажется, Феникс закопает свои перспективы на ближайшие лет 5-10 довольно-таки глубоко, поэтому будем смотреть, что будет происходить в Аризоне. Следующая команда, которая будет выбирать на драфте, это ни много ни мало Сакраменто Кингс, одна из самых веселых, не побоюсь этого слова, коллективов НБА, и на самом деле в этой десятке драфта у них не один, а два выбора. Помимо пятого пика у них имеется еще и десятый, который достался им в результате обмена с участием Демаркуса Казинца от Нового Орлеана. Опять же, витают слухи по поводу того, что Сакраменто очень сильно заинтересованы в Дарни Поксе, а под десятым номером планируют выбирать себе форварда. И одним из таких главных кандидатов на это место видится Зак Коллинз. Или опять же, тот же самый Лауре Марканин. Как тебе кажется, удастся ли тандему Вивик Ренадиве пробить очередное дно на этом драфте, или все-таки им удастся удачно сработать и получить то, зачем они охотятся, то бишь Даррона Фокса? Я думаю, что Фокса заберут раньше, я прошу прощения, поэтому Фокса мне достанется, скорее всего, но это мое мнение. Кто будет еще? Я просто очень-очень-очень хочу, чтобы они не взяли Зака Коллинза. Я о нем пару слов скажу чуть позже. Поэтому, ну опять-таки, понимаешь, это сакрамен. Предсказывать что-либо здесь невозможно. Я не возьмусь никогда, потому что ну это лотерея, выиграть лотерею по сравнению с угадать действия сакрамента, ну более вероятно. Поэтому это точно не ко мне. Ну, кстати, да, соглашусь с тобой, что менеджмент сакрамента вообще, наверное, непонятен ни одному живому существу в мире, помимо самих Харнадиви и Дивоцы. Виталии также слухи в ассоциации по поводу того, что сакрамента вполне возможно попробует подняться на этом драфте, дабы обеспечить себя Дарреном Фоксом на 100%. И в связи с этим было очень много шуток относительно того, что почему бы Бостон не попробовать вытравить себе еще активов от сакрамента, предоставив им взамен третий пик. На самом деле очень удивлюсь такому развитию событий. Ну а в плане сакрамента да, у них есть молодой костяк в лице новоиспеченного Стефа Карри по мнению Ренадиви Бадди Хилд, который на самом деле в шутке прочее проявил себя очень хорошо во второй половине сезона сакрамента. Имел статистическую линейку 48% с игры 43 с 3 очков 81 со штрафной линии. Набирал 15 очков в среднем за игру. Также в команде присутствует Уилли Колистайн, который опять же после ухода Демаркс Казинца засверкал новыми красками сакрамента, начал показывать на что он способен, будет ли он новым Джавейл Могиле, все-таки ему удастся стать как минимум Дандре Джорданом. Есть Папаянис, есть Малик Ричардсон, перспективный снайпер, есть растягивающий большой Скайло Бесьер, который ни много ни мало в своем первом сезоне в лиге попадал 38% из-за дуги, что очень неплохо. И для того, чтобы разбавить весь этот молодой юнит сакрамента, им не хватает как раз-таки разыгрывающего. Дэрон Фокс сам хочет сакрамента, это много раз было подмечено в прессе, потому что за сакрамента выступает его давний друг Уилли Колли Стайн, его не беспокоит карма сакрамента, он видимо не боится разрушить свою карьеру на стадии зачатия, так сказать. Но на самом деле разыгрывающий сакрамента нужен, Дэрон Фокс под это очень хорошо попадет. И опять же, уже под пятым пиком я готов буду даже принять выбор Денниса Смита, если к моменту выбора сакрамента Фокса уже не останется в, так сказать, возможных вариантах для королей. Да, будем смотреть, что будет делать сакрамента и, может быть, получим очередной трейд блокбастер, в результате которого Бадди Хилд уедет в какой-нибудь Шарлотт, а взамен него приедет Франк Каминский и Франадиви скажет, что Франк Каминский это новый Джордан. Не знаю, будем смотреть, что получится дальше. Предлагаю перейти к следующей команде. Орландо будет выбирать шестыми, команда, которая на самом деле выбирает в топ-10 драфта уже далеко не первый год, исключение, был только, наверное, прошедший драфт, в результате которого команда получила Серджи Баху, который уже Орландо покинул. Орландо вернулось на то место, которому оно, видимо, принадлежит. Это топ-10 драфта, шестой выбор. И на данный момент основа Орландо выглядит так. Я имею в виду не основной состав, а именно основные такие игроки, которые станут основой, извиняюсь за многочисленное повторение этого слова, для этого коллектива на долгие годы вперед. Это Эван Фурниес, которым был подписан долгосрочно, как так, прошлым летом. Та же самая история с Бисмарком Биомбо. Есть Аарон Гордон и Элфрид Пейтон. Два игрока с драфта двухлетней давности, в связи с которыми было связано очень много одежд в Южном штате. Но, к сожалению, оба игрока пока что не могут реализовать свой потенциал. Во многом из-за того, что оба игрока не могут найти бросок. А в истории с Арном Гордоном вообще присутствует такой нюанс, что этого игрока пытаются заигрывать не на той позиции, на которой он должен играть в современной лиге. Фрэнк Фоггель пытался сделать из него пол Джорджа. Эта затея абсолютно провалилась. И лично я буду ждать возвращения Гордона на четверку в следующем сезоне. Там, где он принадлежит, там, где он должен играть. В связи с этим возникает вопрос, а кто дальше? Какого игрока должны выбрать Орландо? И в лиге вообще витает такое мнение, что вполне возможно, что Орландо будет метить Малико Монго. Но, если честно, Малико Монго, для тех, кто не знает, это, наверное, самый многообещающий снайпер этого драфта, который также пророчит в топ-10. Но, как мне кажется, они все-таки хорошо верят в своего уже подписанного снайпера в лице Эвена Фурне, который, на самом деле, не является таким очень ярко выраженным снайпером, но при этом такая частичка в его игре присутствует. Мне кажется, что эти слухи под собой имеют мало оснований, и, как мне кажется, Орландо будет пытаться подобрать себе разыгрывающего, потому что я уверен, что с Элфридом Пейтоном уже Орландо каша не сварит, уже руководство насмотрелось. И да, вот так мне кажется. Но при этом добавлю еще то, что для тех, кто не знает, новым генеральным менеджером Орландо недавно стал человек по фамилии Хэммонд, Джон Хэммонд, бывший генеральный менеджер Милуоки, и который по большому счету сделал себе имя на том, что очень часто драфтовал всяких атлетичных фриков, в том числе Яниса Татакумпа, в том числе Тон Мейкер, когда этого никто не ожидал. И в связи с этим я вот вообще ни разу не удивлюсь, если Орландо на драфте этого года выберет Джонатана Айзека, одного из самых фриковатых игроков этого поколения, этого года на драфте, так сказать. И да, вероятно, это не тот, кто нужен Орландо прямо сейчас, но это человек вероятно с одним из самых высоких потенциалов на этом драфте. И я абсолютно не удивлюсь, если Хэммонд пойдет уже по протоптанной собой дорожке, которую он исповедовал в Милуоке в прошлые 3 или 4 года, и просто повторить такой расклад и посмотреть, что из этого выйдет. Согласишь ли ты со мной, Жень, что Хэммонд реально может на это пойти, или все-таки тебе кажется, у Орландо должны быть другие интересы именно в плане нужды команды? Ты знаешь, у Орландо все настолько плохо, вот на мой взгляд, что мне сложно представить, кого они могут взять, чтобы хоть как-то выправить ситуацию. Я когда смотрю на их будущий старт, я когда смотрю на платежку 72 миллиона, где нет даже игрока уровня второй звезды, там звезд нету, там не на кого смотреть, мне хочется плакать, поэтому кого бы там Орландо не взял, как бы они там не начали строиться, это все сейчас на сегодняшний день будет бесполезно. поэтому человек, которого возьмет Орландо, он должен будет запастись терпением, в первую очередь, очень большим запасом терпения, и мне останется только посочувствовать этому человеку. Если помните сакраментальную фразу, которую сказал один некто сокловил, когда ему сказали, что его выбрало Миннесота, вот я думаю, что человек, которого выберет Орландо, он скажет примерно то же самое на всю страну прямо в эфире с церемонии драфта. Поэтому посмотрим, кого они выберут. Да, допустим, Драфт Экспресс показывает именно Айзека для Орландо, но кого возьмут? Понимаешь, у Орландо в передней линии есть Вучевич и Биомба, и при этом ни того, ни того нормально заиграть у Фогеля не получилось. То есть, кто в центре будет играть из этих двоих, непонятно. Вучевича скорее всего будут менять. Что будет дальше? Ну, угадывать невозможно. Давай поехали дальше, потому что для меня загадка полная. Ну, ты так разнес на самом деле Орландо, но стоит признать, что 5 лет назад также говорили о Милуоке, где Хэммонд был генеральным менеджером до этого, а теперь многие считают, что Милуоке самая перспективная команда Восточной конференции, которая сможет выйти в финал НБА в течение 3-х или 4-х лет. Так что может быть вполне возможно мы будем также говорить об Орландо через 5 лет, потому что лично я считаю дуэт Джона Хэммонда и Фрэнка Вогеля очень талантливыми людьми, очень талантливым менеджером и тренером соответственно, и поэтому буду надеяться, что Орландо сможет выбраться из той ямы, в которую команда попала после того самого давнего обмена Дуайта Ховарда в Лейкерс. И опять же, как и для Феникса этот драфт для Мэджик станет определяющим. Если команда ждет очередной провальный выбор на драфте из разряда Марио Хизони, то будет все грустно. И мне будет очень жалко Диму Колинова, потому что этот человек искренне болеет за Орландо уже не первый год и не хочется видеть, как болельщики команды страдают из-за таких глупых решений своего менеджмента, своего любимого коллектива. Продолжаем спускаться вниз по лестнице топ-10 драфта и под седьмым номером будет выбирать Миннесота. Миннесота Тимбервулс, команда, у которой уже есть впечатляющее молодое звено в лице Уиггинса, Таунса, Заколовина, Криса Дана, человек, которого многие из нас ожидали увидеть новичком года в прошлом сезоне. Увы, не вышло, но я уверен, что Дан еще не сказал мягко говоря своего последнего слова в лиге и будет только прогрессировать и прогрессировать в течение следующих пяти лет. Также в команде есть Горги Дженг, очень хороший, мощный форвард, который показывает на самом деле очень неплохие цифры. И есть Рики Рубио. И седьмой пик. Рики Рубио, контракт 29 миллионов на два года и возникает дилемма. В первую очередь у Тома Дебадо, что делать дальше. Потому что Испанец провел выдающуюся вторую половину этого сезона, но при этом в команде есть Дан, о котором я уже говорил, который должен прогрессировать, который должен стать будущим не плеймейкером, но поинтгардом. Именно вот этой вот молодой основы волчат. И в связи с этим возникает вопрос, а что вообще Ти будут делать со своим пиком? Потому что мы уже раньше говорили, когда к нам Егор заскакивал в подкаст, Егор сказал, что ему Миннесота видится одной из команд, которая будет пытаться торговать своим пиком. И я в принципе с ним согласен. Однако у меня к тебе, Жень, есть такой вопрос. Вот как ты считаешь, Ти Бодо все-таки выберет кого-нибудь из молодежи? И опять же, если он будет выбирать, то кого? Об этом обязательно надо поговорить. Или все-таки тебе кажется, что Ти Бодо рискнет в очередной раз взять к себе в банду опытного бойца. Очень даже не исключено, что бойца, с которым он раньше уже имел дело. И опять же, будет пытаться строить какую-то сделку вокруг этого седьмого пика и предлагать другим командам. Как считаешь? Смотри, в Миннесоте сейчас игроков, у которых опыта меньше пяти лет, ну давай скажем так, у Рубио тоже пять лет в НБА. Он, несмотря на свой, как бы, вот я его помню долго-долго в Лиге, но он-то парень молодой, ему 27. 27, по-моему, только будет 27. Соответственно, он сейчас входит, ну, пожалуй, в лучший возраст для игрока его позиции, и если действительно он нашел таки свой бросок, ну, это, в принципе, вот он может быть полезен, и он может остаться на своем месте. Вернусь к своей мысли, у Миннесоты на сегодня было восемь или девять игроков, которые сыграли в Лиге меньше трех лет. Или восемь, или девять, девять, по-моему, да, с учетом Шабаза. Девять человек. Молодежи у них хватает. Молодежь у них есть на всех позициях, и достаточно, в принципе, хорошие, хорошие ребята на каждой из точек. Но у них пока нет результата. По тому, что говорил Тибода, ему, ну, ему бы хотелось видеть еще ветерана, который, может быть, каким-то образом помог бы команде. Ну, раз Кевин Гарнет завершил карьеру, раз он помогает только морально, но Раш уже, к сожалению, не может помочь. Соответственно, ему, он скорее всего, действительно, может даже отдать этот пик в обмен на какого-то из ветеранов, знакомых ему ветеранов, которые могут ему помочь с установлением команды. У Миннесота были проблемы с защитой, достаточно серьезные проблемы были с защитой, поэтому, может быть, Тибода поменяет свой пик на какого-то защитно-ориентированного игрока. Я надеюсь, что это не будет знакомый ему Роуз, которого он любит, потому что вот только-только сейчас все начало налаживаться в Миннесоте, нашел свой бросок Рубио, более-менее адаптировался Дан, все как бы сейчас там прилично, не надо, Роуза не надо туда. Поэтому, скорее всего, я за то, чтобы Тибода этот пик отдавал за какой-то актив, который ему нужен. Я соглашусь с тобой, что такой вариант для Миннесоты должен стать самым оптимальным, но я также могу предположить, что просто Миннесота не сможет найти себе никаких партнеров для обмена, и им придется выбирать. И если именно говорить о том, что будет, если Миннесота сохранит свой драфт-пик этого года, кто кого они себе возьмут. И многие указывают на то, что скорее всего будет выбран форвард в пару Карлу Энтони Таунсу. Опять же, в лице того же самого Айзека, либо вообще Лаури Марканин, человек, который должен стать новым Райаном Андерсоном в этой лиге, очень высокий человек с очень хорошо поставленным дальним броском. Но, перед записью этого выпуска я решил просто посмотреть нарезки одного игрока Миннесота, о котором мало кто на самом деле говорит. Я имею ввиду Горги Дженга. И, ну, вообще, я сейчас скажу, наверное, очень, ну, шокирующую для многих вещь, но я искренне в это верю, и я буду готов по поводу этого спорить, что Горги Дженг в теории может стать новым Эллом Хорфортом. И, позвольте мне объяснить свои мысли. Им на стиле Дженг очень мне напоминает как раз-таки нынешнего центрового Босна, то, что он постоянно играет на углу краски, то бишь, под 45, средние и дальние броски. В конце прошлого сезона Дженг начал выходить потихонечку на уровень трехочковый, начал бросать, и в последние пару десятков матча сезона ему даже это очень неплохо удавалось. Процент у него был, по-моему, около 37, что по меркам нынешней лиги для больших очень неплохие цифры. Помимо этого, Дженг отлично отрабатывает в обороне, имеет по одному перехвату, по полтора блокшота, умеет и охотно пасует мяч, и человек этот будет только становиться сильнее, если, опять же, ему не помешают никакие травмы. поэтому, как мне кажется, выбор какого-либо большого пару Таунсу для Миннесоты станет ошибкой, и, признаться честно, как бы я бы поступил на месте Тибадобу, если бы я не нашел никаких сделок потенциальных с участием этого седьмого пика, я бы, может быть, вполне бы, возможно, задумался о выборе Малика Монка и использовании этого снайпера как шестого в следующем сезоне. Использовать его в паре, опять же, либо с Крисом Даном, если Рики Рубио останется, либо в паре с Тайвисом Джонсом, еще другим молодым разыграющим Миннесоты, и, вполне возможно, пытаться вот так вот вырастить из него одного из кандидатов на лучшего шестого года, по крайней мере, в первые свои сезоны, а потом, может быть, даже и делать из него некое подобие, может быть, Майкла Реда, если вы мне позволите такое очень странное сравнение с игроком, который был знаменит 10 или 12 лет назад. Ну, есть такие нотки Майкла Реда, как мне кажется, в Малике Монке, в плане именно скоринга, в плане шутинга, в плане снайперства, так называемого. Так бы я бы поступил на месте Тибадо, но опять я соглашусь с тобой, Женя, в основном то, что, да, Миннесоте нужно искать какие-либо сделки потенциальные на рынке, и смотреть, что из этого может получиться. Следующий на очереди, Нью-Йорк, восьмой пик, Дзен, Империя, под предводительством Фила Джексона, в команде из молодых игроков, вокруг которых в будущем можно строить команду, есть Кристоф Спарзингес, Эрнан Гомес, Кузьминский, Кузьминскас, прошу прощения, и по большому счету все. Кармелла уже не первый месяц пытаются выгнать из Нью-Йорка, Жоаким, но попал под дисквалификацию после употребления наркотиков или запрещенных препаратов, и неизвестно вообще, когда он там вернется, не начнет ли он их употреблять снова, и вообще не случится ли со французом что-либо еще. Деррик Роуз вполне возможно покинет большое яблоко в этом межсезоне, в связи с этим у меня лично возникает такая мысль, что Нью-Йорку безусловно следует брать разыгрующего на этом драфте, потому что на эту позицию большая дыра. За исключением Деррик Роуза в команде есть Рон Бейкер, человек, в лицо которого скорее всего не знает 90% поклонников НБА, человек, который еще к тому же ограничен свободный агент. Скорее всего, да, он останется в Нью-Йорке, но это вообще не уровень, то есть совсем, от слова совсем. И в связи с этим по-моему очевидно, что Нью-Йорку нужно выбирать разыгрывающего, и тут встает вопрос какого из, потому что если брать систему треугольника, именно нападение треугольное Нью-Йорка, то сюда больше вписывается француз Фрэнк Тиликина. Если смотреть какие-либо альтернативы, то вполне возможно вариант выбора бета-версии Рассла Уэзбрука в лице Денниса Смита. Возможно, может быть, какие-либо еще варианты, тот же самый Малик Монг, если до них доживет, вполне может пристроить свой контракт новичка в Нью-Йорке, так сказать. Подожди, но Монг это шутинг-гард, нет? Да, это шутинг-гард, но при этом шутинг-гардами в Нью-Йорке на самом деле тоже, с молодыми шутинг-гардами, прошу отметить, в Нью-Йорке не все так хорошо, потому что, да, есть Кортни Ли-Ли, но я уверен, что Кортни Ли можно будет использовать как вариант для именно обмена в будущем сезоне, и может быть даже использовать его как-то в хорошем ключе, а не как какое-то обремляющее средство обмени, потому что, на мой взгляд, Кортни Ли стоит денег своего контракта 12 миллионов в год и вполне может понадобиться в течение сезона какой-нибудь из команд, который будет претендовать на нечто большее, чем попадание, может быть, в плей-офф. Так что, вот такие у меня варианты, но, конечно же, в первую очередь, как мне кажется, главная нужда для Нью-Йорка именно не Малик Монг, а разыгрующий, чистый, разыгрующий. И в этом плане больше всего подходит Дэнни Смит или Франк Теликина. Ну и опять же тот же самый Дэрон Фокс, но я лично не верю, что он упадет до восьмого выбора Нью-Йорка. Каковы твои мысли относительно выбора Нью-Йорка на этом драфте? Что нас ждет и будут ли гудеть болельщики Нью-Йорка в Барклэйс-центре в этом году? Я думаю, что Нью-Йорк будет искать разыгрывающего среди свободных агентов. Если они вдруг случайно договорятся с Роузом, тогда этот вопрос снимется. Но, насколько я знаю, на Роуза претендентов кроме Нью-Йорка нет, поэтому скорее всего Роуз будет проситься обратно, обещая выучить треугольное нападение. Ну, скажем так, я думаю, что разыгрывающего они будут искать где-то. у кого-то просить, выторговывать, подписывать с рынка свободных агентов, соответственно, они будут брать кого-то другого. И вот с точки зрения скоринга, в том, в чем они проседают, я, пожалуй, соглашусь насчет Маликамонка. Они вполне могут его забрать, и я считаю, что ты прав насчет контракта Кортни Ли. С одной стороны, ему, конечно, 32 года, и игроки его уровня, они начинают проседать в этом возрасте. С другой стороны, у него еще сколько, три года у него гарантии, да? Да, у него три года гарантированный контракт, и, в общем-то, не очень тяжелый. Соответственно, его можно использовать как актив, ты абсолютно прав, я с тобой полностью согласен, но тут все зависит от того, чего хочет Дзенмастер. Если он будет строить команду вместе, ну, под Парзингиса, если они договорятся с Парзингисом, соответственно, ему нужен будет молодой скорор в заднюю линию, и тогда Малик Монг лучший вариант. Я посмотрел его шикарнейшую игру против Кентаки против Северной Каролины, это было в начале сезона, это был, по-моему, то ли конец ноября, то ли начало декабря прошлого года, это было самое начало сезона, и он выдал просто феерическую игру против одной из сильнейших команд NCAA, он набрал то ли 45, то ли 47 очков, 45, по-моему, это был какой-то, конечно, космос просто, его парень, который скорор до мозга костей, да, у него не очень вингспан большой, но вот этот человек очень заряженный на набор очков, он закончил, у него, по-моему, 20 очков было в среднем за сезон, и он по результативности он уступал только Маркилу Фульцу из топовых проспектов, из проспектов топ-10, он уступал по результативности только Фульцу, Фульцу, игравшему в кошмарном Вашингтоне, совершенно не топовом университете, ну, для сравнения Малик Монг из Кентакки, человек, который в Кентакки набирал 20 очков, это, ну, для меня это кое о чем говорит. Другой вопрос, что он маловат, и габариты у него не очень, ну, посмотрим. Тут посмотрим. Не все, так сказать, идеальны. У Малик Монг да, как ты правильно сказал, самый главный недостаток это именно его габариты, что должно в первую очередь разиться на уровне его обороны в НБА. Посмотрим, как этот фактор повлияет на решение Нью-Йорка на этом драфте, отпугнет ли это их от Монг или все-таки в первую очередь Нью-Йорк сконцентрируется на выборе разыгрывающего. Посмотрим. Последней командой, которую мы обсудим сегодня в рамках наших, так сказать, преддрафтовых мыслей станет Даллас. Команда, которая получила девятый пик предстоящего драфта, которая очень активно и сильно нацелена на выбор Франка Кантеликины, но при этом рассматривает другие варианты. В том числе шли слухи о Заке Коллинсе, шли слухи о Лауре Марканине, которые, к слову, были пресечены сразу же. Интервью Дирка Новицкий, который заявил о том, что не считает, что Лауре Марканин подходит Далласу прямо сейчас. Были также слухи о том, что команда вероятно попробует подняться за Джонатаном Айзеком. В общем, тут также много вариантов развития событий, но мне даже как болельщику Далласа и понятно, что в случае с бродягами будет действовать принцип остатка. То есть, что останется от топовых проспектов, то и Далласа выберет, потому что определенно велик шанс того, что Франк Теликина идет раньше и велик шанс, что просто до Далласа дойдут только Лауре Марканин из-за Коллинз. И это на самом деле будет не самый богатый выбор, не выбор по позиции, на которую хочет выбирать Даллас. Уже и Марк Юбен, и Донни Нельсон миллион раз заявляли о том, что главная цель Далласа в этой межсцене это усиление позиции разыгрывающего через драфт или через рынок свободных агентов. Это очень спорный вопрос, но через драфт на самом деле было бы очень неплохо усилиться человеком, который дал бы гарантию того, что в команде будет кто-то нормального уровня на первой позиции на долгие годы вперед. У меня такой вопрос, Жень, на самом деле единственный вопрос относительно Далласа, потому что сложно говорить о том, кого выберут бродяги из-за того, что просто непонятно кто до них останется. Тут пошел разговор о том, что очень как раз таки Даллас заинтересован в обмене потенциально может быть Рикки Рубио или может быть даже Эрика Блетцева из Феникса. Вот как тебе кажется, ради кого-либо из этих разыгрывающих стоит ли жертвовать своим девятым пиком, чтобы закрыть эту дыру на позиции разыгрывающего. И опять же, если нет, то выбор какого молодого игрока ты бы воспринял с большой долей радости или восторга Далласом под девятым пиком. Восторг от меня по поводу Далласа это сочувствие Карлайло. Но если по-хорошему, я так понимаю, что у вас самая проблемная позиция это разыгрывающий. Если вам удастся получить Блетцол, ну это будет очень неплохо. Очень неплохо, он еще достаточно молод, он сейчас почти на пике формы, у него еще есть несколько лет, и я думаю, что игрок такого класса поможет вашей молодежи развиваться. Я не знаю, будет ли Феррол прогрессировать дальше настолько, насколько он прогрессировал в предыдущем сезоне, но, понимаешь, подниматься с нуля до какой-то планки всегда легче и быстрее, чем превышать вот эту вот планку среднюю и расти вверх до чего-то выдающегося. Поэтому йоги скоро достигнет вот, скажем, среднего уровня и сможет ли он расти дальше, не знаю, ты, наверное, знаешь лучше. Поэтому для меня вопрос, как вы закроете позицию первого номера, позицию человека, который будет играть с мячом, а дальше уже от этого плясать, что вы хотите дальше. Но я думаю, что все-таки разыгрывающий должен быть опытный, соответственно, из тех, кто останется. Понимаешь, раз уж мы затронули best player available, то есть, кто будет лучшим игроком, я тут выскажу свое мнение. Я из всех топовых проспектов, вот я посмотрел, там топ-12, познакомился с ними более-менее подробно за эту неделю. Меня настолько впечатлил Зак Коллинз, молодой парнишка из Гонзаги, который фантастически отыграл мартовское безумие, ну вот, собственно, даже не столько безумие, вот весь плей-офф настолько он здорово играл, то есть, человек, который действует очень четко, очень выверенно, у него все, все, что он делает, оно подчинено определенной цели. То есть, это тот базовый скиллсет, который всем своим игрокам ставит Попович на первом этапе. И я бы, я не знаю, там, я уже писал во всех доступных каналах, что если каким-то образом любая команда даст Зака Коллинза сперс, это будет новый Данкан, конечно, не с таким потенциалом фантастическим, но это будет человек, которого сперс не хватает. Это будет вот тот самый пятый номер, который достаточно подвижен для того, чтобы бегать в нынешней лиге. Он не самый быстрый, да, безусловно, но он достаточно подвижен для того, чтобы передвигаться, при этом это полноценный семифутер, человек, у которого Pair, это давайте я попытаюсь перевести, это параметр, который является, ну, как бы правильнее сказать, наверное, на котором измеряется продуктивность для игрока на паркете в среднем. Чем выше этот параметр, средняя позиция, средняя планка установлена на уровне 15. 15 это средний уровень по лиге, равно как для NBA, так и для NCAA. И чем выше этот рейтинг, тем больше эффективность игрока на площадке. Зак Коллинз единственный из топовых проспектов, который имеет рейтинг больше 30, 31,5. Единственный человек из топ 30, который имеет рейтинг больше, чем он, это его в некотором смысле тезка Джон Коллинз из Wake Forest, но он играл в колледже послабее, поэтому я не знаю насколько я с Джоном Коллинзом знаком, очень слабо говорю, как есть, поэтому я не знаю насколько его пера правда, но цифры там хорошие. Но Зак Коллинз итог, как он играл, меня очень впечатлило. Понятно, что так как это парень белый, у него есть определенные минусы, но это тот человек, который допустим очень знатно бы смотрелся в паре с Парзингисом, например, или я, ну я говорю, как болельщик Сан-Антонио, я бы его очень хотел видеть под началом Поповича, потому что он бы вписался просто шикарно. Если он уйдет в Даллас, во-первых, я не удивлюсь, во-вторых, он попадет в руки Карлайла, и Карлайл из него может слепить достойную замену Дирку. Тут я почти, ну почти на 100% уверен. Такого знания по Заку Коллинсу я лично не имею, но ты мне, если честно, так возродил интерес к этому игроку после своего такого монолога интересного. И да, я в принципе не буду удивлен, если будет выбран он именно на этом драфте, потому что, ну думаю, он то точно доживет до 9-го пика, и то, что команде следует задуматься о замене Дирка на Вицке, который скорее всего закончил карьеру уже через год, а в лучшем случае через два, следует задуматься по поводу этого. Но все-таки да, главная проблема у команды именно позиция разыгрывающего. Да, вероятно, новичок не сможет привнести, так сказать, дифференс мейкинг в свой первый сезон, и может быть не стоит трафтовать разыгрывающего Далласу, а реально сделать упор на человека, который будет видеться преемником Дирка. Тем более, лично для меня первая ассоциация, которая всплывает с Фрэнком Тиликиной, именно из мира НБА, это Данте Экзен. Из Юты человек, который также стал высоко котироваться на драфте в основном из-за своей антропрометрии, также человек, который не играл за студентов, и который пришел, и вот третий сезон как-то не может достичь каких-то выдающихся успехов. Он играет неплохо для своего возраста, но это ни больше, ни меньше. Да, у Данте было много травм в первые полтора года карьеры в НБА, у Фрэнка вроде как с этим проблем не наблюдается, но все равно как-то эта мысль не может уйти из моей головы. Дэннис Смит не уверен, что доживет до Далласа, да и нужен ли он, потому что вполне возможно, что это будет такая более травматичная версия Стива Фрэнсиса. И это звучит, мягко говоря, не кошерно. И вообще, опять же, коли я затронул потенциальный вопрос обмена Рубио, то, мне кажется, Рубио в принципе в этой команде бы очень хорошо вписался, потому что реально не хватало в прошлом сезоне именно какого-то плеймейкинга команде. Команда была ужасна в нападении в обороне. Даллас был на минуточку в топ-10 лиги регулярном чемпионате. Рубио в плане обороны не последний человек в лиге. Один из лидеров под перехватом имел в прошлом году почти что два перехвата в среднем за игру. Неплохой персональщик. И самое главное для Далласа, что реально имеет значение, он ведет игру своей команды с помощью своего видения, своей интуиции, своего какого-то такой баскетбольной магии, владения игрой. И мне бы хотелось на самом деле посмотреть на Рубио в форме Далласа, потому что во-первых Рубио является одним из моих любимых разыгрывающих ассоциаций именно благодаря его такого красивого пасса и благодаря его первого его главного классическости такое вот слово я только что выдумал благодаря тому что он классический разыгрывающий именно этого не хватает Далласу именно открытых бросков которые может генерировать Рубио не хватает Далласу есть снайперы которые с этим могут справляться Сет Карри тот же самый Дирк Новицких даже Харрисон Барнс в принципе все могут с этим справляться и что самое главное ресурсы для такого подобного обмена у Далласа есть и Миннесота в принципе опять же как мы говорили может быть заинтересован в каком-то игроке опытным и вероятно Том Тибуду не захочет выбирать какого-либо себе игрока под 7 пиком потому что это большая ответственность брать себе очень талантливого игрока и потом мариновать его на банке чуть-чуть получше могут обстоять дела с 9 пиком поэтому я не удивлюсь если в дедлайн в точнее не в дедлайн извиняюсь а в день драфта произойдет обмен например Уэса Мэтьюза и 9 пика на Рубио и 7 пика приправленными разными игроками или активами по сторонам как мне кажется эта сделка имеет смысл и для Миннесота и для Далласа для кого-то больше для кого-то в меньшей степени но как мне кажется это вполне себе реалистичный исход который может произойти в день драфта вот такое вот мое мнение относится ситуации с Далласа в итоге можно маленький вопрос извини по Далласу последний я видел что Кьюбан летал в Европу встречаться с Телекиной есть какая-то информация что как есть информация что Даллас очень заинтересован по большому в Телекине то что этот человек скорее всего станет приоритетом номер один для Далласа в нем они видят человека который сможет продолжить так сказать традицию Далласа более такого защитного баскетбола который проповедует Карл последние два сезона в этом плане да на Телекина вписывается очень хорошо но опять же у меня нет какой-то такой точной информации потому что к сожалению я не вхожу в близкий круг Марка Кьюбана хотя мне бы на самом деле очень хотелось бы Марк Кьюбан если ты слушаешь нас позвони мне я могу быть очень хорошим другом и мы тезки если что но я чуть-чуть отвлекся от темы четкой информации у меня нет но есть четкое понимание того что Натиликина является для Далласа приоритетом номер один приоритетом номером два скорее всего судя по слухам является как раз таки Зак Коллинз приоритетом номером три но он может таковым стать только в случае поднятия Далласа на несколько позиций вверх на драфте является Джонат Найзек человек просто фрик атлетичный пик которого непонятен и который в принципе неплохо вольется во фронткорд Далласа в тройку Харрисона Барнса и Мерланд Сануэля если того удастся подписать этим летом мне так видится ситуация в Далласе и такой как мне кажется видится она и менеджменту нашей команды вот в итоге мы наговорили с тобой Женя на полтора часа обсудили все нюансы предстоящего драфта и возможного обмена Пола Джорджа мне кажется уже пора прекращать этот разговор иначе наши слушатели и зрители не смогут досмотреть или дослушать наш подкаст до конца спасибо всем кто дотерпел до этого момента мы очень ценим вашу поддержку ваши просмотры ваше прослушивание надеюсь вам понравилось все то что мы с Женей тут для вас высказали делитесь своими мнениями в комментариях относительно того что вы ожидаете от этого драфта и потенциального обмена Пола Джорджа мне лишь остается сказать спасибо моему настоящему соведущему Джерри Биг за то что в очередной раз принял участие в беседе со мной относительно горячих тем МНБА что ж будем ждать итогов драфта и попробуем позвать наверное к нам человека который все-таки сможет нам помочь более как-то пристно разобраться с молодыми игроками и обсудить итоги этого драфта уже в ближайшее время спасибо тебе большое Жень буду ждать тебя на записях наших следующих подкастов всем спасибо на этом мы прекращаем наш выпуск юбилейный 30 напоминаю в честь этого вы можете сделать нам маленький подарок подпишавшись на наш ютуб канал на наш блог на спортсру на наш микс клауд канал где выходят наши подкасты в аудио формате наша группа вконтакте мы есть везде нас не так уж сложно и найти спасибо всем за ваше внимание и до следующего подкаста